Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 июля. День Кузьмы и Демьяна. Назван в честь святых мучеников Козьмы и Дамиана. Это родные братья обладали даром исцеления. За свое врачевание они не брали денег, за что получили прозвище бессеребренников. Во время гонений на христиан их арестовали якобы за чародейство. Когда они вылечили тяжело больного императора, их отпустили. Врач, который их обучал, позавидовал их славе. Старик позвал братьев в горы, якобы для сбора целебных трав, где, убив их, бросил тела в реку. На этот день приходится праздник летней Кузьминки. Это чисто женский день. Было принято пропалывать огороды от сорняков. Наступало время сенокоса и люди работали в полях. Также собирали малину и первые овощи. Варили варенье из крыжовника. Сегодня собирали растения, которыми красили ткани. Также в этот день устраивали посиделки. Звали соседей. Накрывали столы. Что у кого есть, пели песни и веселились. Приметы. Считали, если сегодня огород пропалоть, то сорняков не будет. У нас сегодня в гостях, в гостях целебной кульновии, певица и телеведущая Оксана Афанасьева. И сегодня мы разберем, что такое сельдерей, с чем его едят. Кстати, какой сельдерей бывает? Как? Ну, имеется в виду по частям сельдерея? Корень, стебель и листья. Правильно. Растение само сельдерей составляет и корень, и стебель, и листья. И едят этот удивительный овощ целиком. И каждая из этих частей, конечно, имеет свои полезные свойства. Например, в корнях и листьях сельдерей содержатся ценнейшие аминокислоты, такие как аспарагин, трептофан. Каротин, кстати, есть. Это единственное, что понятно мне. Каротин. Да, из каротина. Это просто были до этого перечисленные аминокислоты, которые дают нам крепость ногтям и прочее, прочее. А каротинчик как раз дает нам красоту. И он следит, будем говорить, в организме за тем, чтобы наши слизистые оболочки и кожа были в совершенном порядке. Потом, значит, в нем содержится еще никотиновая кислота, различные микроэлементы. Кстати, очень много различных микроэлементов. И сейчас мы сразу же определим, что еще содержится. Каким образом? Эфирные масла, которые дают особый запах растению. И более того, они возбуждают аппетит. И, кстати, если имеются какие-то там гнилостные бродильные процессы, то они все это ликвидируют. Дезинфицируют. Правильно, наш организм изнутри. А вот я не помню, чтобы в советские времена продавались, но, может быть, корень он еще продавался, а вот стебель. Мне кажется, нам сейчас очень сильно везет, современным жителям, поедателям. Поедателям. Ну вот, как раз, смотрите, это вот черешковый сельдерей. Это его листья. Да, и так как он зелененький, здесь еще много хлорофилла. Отлично. А вот если он будет желтее, то лучше не брать, да? Да. Можно выбирать свежий, зеленый, да? Свежий, ярко зеленый. И он крепкий еще должен быть, да? Да, не вяло. Правильно, правильно. И, кстати, крепость. Крепость отдает организму крепость. И сделаем для того, чтобы у нас крепость организма была салатик. Давайте. Я опять помогаю вам, да? Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека, чувствуя милосердие и сострадание. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердие и сострадание, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказанное проявляет злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое, свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Тринадцатая лунная сутка. Дело идет к полнолунию. Прилювная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и моложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, явночные и свекольные. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!